последнее что вас восхитило долго думать помните я не знаю вот люди начинают думать и часто отвечают вопрос и отматывают назад там какие-то покорения чужих галактик как я ездила отдыхать я пропустил кстати этот отдых он прошел так незаметно и никто не знает что это ездила и мое состояние как бы меня восхитило вот моего самое состояние отдыха и такого покоя и я ездила с ребенком на горных лыжах у нас кататься в стране в россии меня это место восхитило последнее что у вас возмутило поведение моего ребенка сегодня утром что он сильно нашкодил не нашкодил не знаю просто меня выбивает ему скажите будет хорошо здравствуйте вы смотрите программу конце тоннеля сегодня в гостях человек вот редкий случай я могу в этом человеке сказать что мы еще до начала передач уже обнаружили свет конце тоннеля это пика чемпионка знаменитая биатлонистка ольга алексеевна зайцева добрый день добрый день нас начну с внезапного я вас позавчера видел студии евровидения как он понравилось понравилось как бы сама атмосфера как бы для меня это пока было необычно видите людей как бы всех артистов то есть то есть я побывал практически в их коллективе было необычно сначала потом привыкла но и за девчонок как бы пытались поболеть то есть там было очень много людей которые поддерживали говорили мы тоже в том числе не было и альберт демченко и иванова гимнастка пытались поболеть там по моему очень горячо болели так горячо что это было даже интереснее чем конкурс евровидения особенно когда выиграла бородатой леди значит там началось шоу я там уже потом не остался на второй части на первой части было ну да там горячо все болит артисты они такие вообще все эмоциональные товарищи боема да а что во время конкурса уже там не находились нет дома была я уже уехала к ребенку и сидел дома смотрел не обидно было что так мало то рассказать я как бы на вкус этих передач как будто очень просто на людей много поэтому всем надо высказаться спасибо что и так далее высказаться сказать снова ну не могу сильно спросить как вы относитесь к победительниц или к победителю конкурс сейчас очень много споров по этому поводу идет кто-то за кто-то против ну как бы я не знаю это шоу-бизнес и мне кажется там они просто уже берут чем-то таким они не то что уже голосом берут а именно чем-то таким вот именно вот вот этим неординарным и это необычно да странно мне это тоже непонятно почему такая идет как тенденция как бы чему учат вообще молодежь и но так в принципе если он чисто себя как рекламирует нормально ну как бы как рассказать то есть он себя пиаре таким способом до подается таким способом это его дело конечно но почему это принимает вся весь мир это уже вопрос сложно не сам директор бороду сбрить то ничего необычного много раз мужчинам женщин переодевались в кино там на эстраде а вот бороду вот вы представьте вышли на цветы вручать он она начала поцеловала чего делать нет к этому как бы не знаю очень горе читал тоже комментарии кто-то если горе углубляться и будущее смотреть там для детей это и тогда плохо если как бы на самом деле очень много примеров у нас кто у нас ну правда переодевались и другие там ориентации выступали поддерживали ли ты играет шоу-бизнес это они уже там уже свое вы сами поете только сыну колыбельные написано следующий вопрос а сыну пели дело то есть но петь я ну естественно не умею музыка музыка тоже не занималась но когда родился сашка то даже ему стеснялся ему петь а потом не вам скал игры твой ребенок он любой голос мамин слышно что ты мама ему поешь то есть и ну потом я уже начала петь и не стеснялась по-всякому какой мне голос там и даже сейчас он просит ему начинает там что-то давай ну почитаем он говорит не давай песню ту песню ту у нас есть одна песня который мы поем убили на одесской она колыбельный данного руссконародная и там я думал может там детали к губернии а вот ванкувере сергей кученко привез туда такую установку для карауки и там коля круглов владимирский централ пел вы не помню вы ничего не не пил а то что боющих горных круглого не знаю даже да все могут петь мы вы тоже собирались в сочи как в прошлом году летом когда был сбор и это же в карауки ходили пели качу его поет все поют наши девчонки практически себе танцуют а точно сам романова сущего мне к не зовут но вот как вы отдохнули где если еще нигде ну то есть мы ездили на праздники да вот сейчас на эту недельку на ну на наши 10 дней на нашу детей к российской геленджик на наше море на черное в санаторий подлечиться немножко на процедуры походить и там очень хороший очень хорошее лечение как обычное наше российской чуть-чуть отдохнули погода конечно была не не супер не морская такая прохладная но мне даже это больше комфортнее чем жара бы было но нет немножко в куртках посидели на море до футболистам принято раздавать на отпуск планы тренировок вот и самое страшное еще принято взвешивать после отпуска как у вас сейчас не с весом а с планом сразу с планом тоже не план разослали все в порядке у нас тренажерский штаб работает и какую-то программу выполнять но пока еще было до 10 числа поэтому уже программа а вообще это что это тренажеры дорожки велосипеда что велосипед сейчас начинается велосипед бег ну такая общих физическая подготовка просто втягивание постепенно а есть тут у партнеров высокого уровня высочайшего уровня вот вот это вот эти молочные в мышцах когда все болит на пусту конечно конечно я сейчас начинаю но и мое тело она в принципе уже нагрузки требует как бы потому что когда не тренируешься долго но отдыхаешь но начинается болеть поэтому нагрузку все равно себе даешь и естественно потом все болит вчера сашка катались на роликах тоже мне все болит ноги все болят и я снимаю ну устал тяжело было кататься а он бы еще катался когда он тоже уже притомившийся но но у вас хотя бы не вновь у действительно скажем так со вкусом пройденного смысле за вкусом ну футболистов штрафует на весы стал и еще доставали что но нет нас нами пока нет но у нас потому что до сезона до главных старт еще много времени и как бы в моем понятии что еще успеешь и похудеть и поправиться сто раз сейчас да я поправившись то есть и восстановившиеся я на это не намекает я весь товар говорит вы жили в брюсселе правильно было дело где сейчас ваш дом мой дом москве сейчас где и был всегда родина вы ехали на новую квартиру нет еще не въехала потому что месяц назад и читал вроде как обживать собрались но если делаем ремонт и поэтому пока ремонт уже такая штука затягиваешься вроде все все готово там до делал очень много доделок и еще пока невозможно въехать но совет дам как бывший переезжающим держать и потому что если будете доделывать это лет на 10 сразу въехать и там жизнь заставит да смотришь там полка отвалилась скорее всего нынешнее руководство сбор не останется на своем посту мы пока поглянем все к этому идет хотя суверенцию конечно нельзя утверждать что если подвести итог эпохи прахорова глазами очевидца вот вы довольны тем что с вами происходило эти годы ну то что плохо не было это точно наверное на в плане финансовой поддержки было да хорошо то есть и он поддерживал и детский спорт по возможности и нас поддерживал тоже по возможности то есть он ну деньги вкладывал как бы это да большой плюс ну и наверное камма его команда там в лице сергей валентиновича то есть они немножечко нашу биатлонную как это сказать мир семью да немножечко вывели на на уровень повыше в плане организации в плане там менеджеров там как это называется переезды перелеты но логистика но очень много людей у нас тоже появилось конечно которые этим занимались то есть штат расширился то есть раньше было как бы узкий штат стал большой штат но в этом плане поменялось в плане тренировок там и не думаю что сильно много из-за михао поменялось или там из-за кого-то потому что это наши это спорт они в плане выборе организации там менеджер финансы такое поменяли в плане человеческого комфорта какого-то внутреннего уюта может ну как бы я не могу так но сравнить потому что я когда было например тихонов александр врач я была как бы моим молодая спортсменка то есть такого но тоже у нас было но и есть общение с александр ванчин тоже хорошие он тоже поддерживал много помогал и сейчас то есть также с михао дмитриевичем и сергей вальтинычем есть такое же общение то есть но уже на уровне то что я как бы в спортсменка уже сам со званиями с регалиями то есть я уже как человек взрослый могу тоже что-то там говорить и в этом плане до общение было когда была маленькая наверное не так было наверно просто пойти что-то там говорить свое слово высказывать только только так в принципе меня поддерживали всегда все и до них и с ними то есть могу ничего сказать при этом слово свое высказывали мы сами в этом говорили вы сказали и в прессе когда вы говорили хованцева негативно относились к этому и в сочи вот на одном из собраний вы как-то по пихлеру я понимаю что это все политические моменты как бы в команде и да я там высказываю свое мнение туда и сюда но как бы все равно знаю что все равно решится так как решили там наверху то есть и просто находишь как бы в себе как сказать понимание то есть ты начинаешь понимать и руководство и тренеров конечно хочется чтобы все нормально по-человечески защищаешь ну то есть это такое мои порывы таким наверное моего характера или то есть меня как человек поэтому я всех защищаю и в принципе так всегда делаю но другой стороны вряд ли стали защищать людей которым это плохо относитесь ну да если бы совсем плохо было бы конечно я бы ничего но как говорил бы да что тоже плохо то есть это куча который говорит открыто прямо если мне плохо плохо если не хорошо то я скажу хорошо сейчас прошло уже три года после сантимансийска рядом один вопрос чтобы не береги там ту ситуацию скажите вас уговаривали вернуться или вы сами решили никто никогда не уговаривает дают возможности для размышления и до подумать и поэтому человек сам себе все решает выбирает как надо то есть там все равно ты ответственно за свои решения за все тебе предлагают вариант только тогда был вариант что но я сама тоже чувствовала что когда просто тогда я сказал что я буду заканчивать и на тот момент до было состояние что и хотел закончить а потом немножечко как спортсмены ниже отдохнут то есть от своего от от работы от своей и понимаю что тебе это не хватает что тебе это надо и что-то еще чего-то там амбиции какие-то твои и но не доделал поэтому меня перевесило тогда что я вернусь в принципе по по годам там еще можно было возвращаться и все было для этого все возможности вы скажите а вот сказать о том что вы уйдете вы решили до или после уволения холландского время второго этапа стоит вообще я хотела мысли были уходить но еще до вообще там то есть в сезоне там то есть уж такие мысли то есть что я пробегу там чемпионат мира и что пора заканчивать но тоже зависимости как пробегу на чемпионат мира то есть такое было то есть уже мысли были до не то что там до холландского там до увольнения после то есть это было раньше а потом толчок эмоциональный ну да потом помогли да всякие эмоции там на эмоциях и думаешь все пора в руку линги не были этим летом этим летом это визна нет и планируете не знаю еще пока не не думали об этом связь держите но да давно не час не списываясь но в конце сезона до вписались и ну отдыхает он писал что он занимается играет в теннис гуляет ходит семья у него там сейчас рядом дочка ну то есть не у него все равно разъезжались по работам там по учебам сейчас все вместе поэтому человек наслаждаются компоты варят дмитрий губернатор дмитрий по себе стоит это рассказал интересных у него сын у сына girlfriend вьетнамка и и дочь у дочери boyfriend англичанин ну я могу путать но национальности точно те и говорит они собираемся на рождество я с ними совсем разговариваю по-английски баварская семья как вы относитесь к каракевичу сегодня умной я его заочно знаю знаю что он был есть как бы как бы таких сильно личных контактов у нас не было то есть но то что знаешь что был такой тренер есть такой тренер что кого-то не рывал когда стоит начинается серьезно работа но по плану уже 16 числа по моему на сбор по вам выезжать надо уже в белокуриху тоже на восстановительный сбор на то же самое там всякие процедуры делать его ванны наверно пантовые принимать ну и там делать там есть возможности кросс походы бегать я думаю играть игровые тренировки то есть силовые тренировки такое втягивающие а потом уже переезд если не путаю новосибирск там уже начинается стрелковый сбор такой же более наша специфическая работа для него вы даете белокуриху ну пока еще время есть я еще под вопросом раздумываю индивидуальный план или с команды поэтому пантовые ванны это вот солейник рогов что-то да это рожки срезают и кровь их не воду добавляется и лежишь в них восстанавливаешься очень хорошие процедуры как бы там на все действие на иммунитет на на все общего укрепляющие тонизирующие и так далее то есть надо курсом только проходить чтобы это все помогал поэтому там я думаю на период курса этого сбор будет не снятся вам олежки обезрожен вешки олежков жалко да но говорят что это я видел даже как их срезают нам показывали тоже давно уже ездили мы на алтай прям ну жалко их они с грустными глазами стоят и знают что им сейчас рога будут резки просто печально разбиение на группы было в прошлом сезоне но для спортсменок и так на все шло по-прежнему в общем-то ну меньше было людей в группе до 5 вас было тренировались те же нагрузки там планы методики вплоть до отборочного старта на старшин и вот еще до задолго до начала этого отборочного старта было ясно что все равно люди будут к нему готовят особенно готовят повлияла ли вот эта внутренняя конкуренция вообще на весь сезон с вашей точки зрения не убила ли она планы какие-то подготовить возможно в катку там в первый этап я не знаю у меня ничего не убилось и в принципе я была как точно было комфортно мне тренироваться с этой группы с этими людьми с этим девчонками то есть у нас было все четко общий дух у нас был то есть мы друг друга понимали все нормально было потом вплоть до отборов там но нас были до разные планы подготовки кому надо было отбираться то они естественно готовились к этим отбором то есть там все я знаю что вольфганг планировался и что эти девчонки готовятся к отбору но они потом через некоторое время подойдут формой там другим стартам то есть такое было то есть принципе я думаю что у него получилось неплохо и как бы вообще общее командное разделение не знаю на хорошие или нехорошие было в каких-то моментах это было плохо в каких-то моментах это было нормально